В Саратове вновь активизировались док-хантеры, жители нескольких домов. В центре города обнаружили во дворе подозрительное мясо, после употребления которого уже умерли две кошки. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. На этой территории, около дома, было найдено два распособочных пакета, с одной стороны и с другой стороны. Два распособочных пакета, в котором находились остатки куриного мяса или что-то производное. Пакет с тем самым мясом Анна до сих пор держит с опаской. Женщина уверена, его подкинули док-хантеры. Ведь едва две дворовые кошки успели съесть мясо, обе скончались. Местные жители сразу забрали то, что от него осталось. Хотели провести экспертизу, но в полиции сказали, ждите, сначала нужно возбудить уголовное дело. В прокуратуре сказали, что так как, судя по нашему заявлению, судя по показанию очевидцев, здесь, естественно, есть почва для возбуждения уголовного дела. Но у нас, к сожалению, настолько все происходит медленно, на настоящем этапе. И поэтому у жильцов дома не остается ничего другого, как только пытаться как-то сохранить эти остатки до проведения этой официальной экспертизы. Пострадавших кошек первыми увидели Лиза и Соня. Девочки, говорят, животные явно отравились. Изо рта у них шла кровавая пена. Первая кошка скончалась буквально через пару секунд после того, как съела мясо, а вторая успела сделать несколько шагов. Но помочь ей девочки уже не смогли. Мы выходили из подъезда и увидели, как кошка шла и шаталась. Потом она кувырком свалилась в подвал. Да, то есть она сначала до него дошла. Мы пытались ей помочь, налили миску воды, дали ей, но она как-то опрокинула. И потом еще немного побегала вокруг себя. И потом уже упала в подвал. Похожие пакеты с мясом нашли и в нескольких соседних домах. Люди уверены, это спланированная акция против беспризорных животных. Причем пострадать от яда могли домашние собаки с кошками и даже люди. Все зависит от того, какое вещество использовали док-хантеры. Есть вещества, которые безусловно представляют опасность людям. Вообще надо сказать, что странная постановка проблемы у большинства наших аптек. Поскольку вещества, которыми в основном травят бездомных животных, они предназначены для людей и должны отпускаться строго по рецептам. А они у нас почему-то в свободной продаже. Пока такие препараты продаются в свободном доступе, уверена Елена Григориан-дог-хантеры будут продолжать травить беспризорных собак и кошек. А значит, проблема для владельцев домашних животных останется. Решить ее можно только, если убрать всех бездомных собак с улиц. Но в Саратове такого, пожалуй, не дождаться. Даже в далекой перспективе у города нет денег на то, чтобы стерилизовать всех беспризорных животных.